Пока школьники отдыхают на перемене, за их покоем тщательно следят более 60 глаз. Камеры видеонаблюдения установлены практически в каждом помещении и на улице. Учебные классы, коридоры, спортзалы, столовая также оснащены пожарной системой, извещателями, датчиками движения, тревожными кнопками, системой контроля температуры и многим другим. Я бы назвал это сервис-пак. Сюда входят и программно-аппаратные комплексы, это система видеонаблюдения, это система кондиционирования, это система пожарной безопасности на любой сигнал, это система безопасности и сохранности, и разбитые стекла, и датчики движения. Практически все это оборудовано каждое помещение. На входе в 17-ю школу установлены современные турникеты системы распознавания лиц, поэтому посторонние точно не пройдут. В течение всего учебного дня на страже порядка стоят вахтер и охранник. Они фиксируют в журнале паспортные данные всех приходящих, которые, кроме того, должны заранее согласовать свой визит сюда с руководством школы. Как показал опрос, практически все родители уверены, что во время учебы их дети находятся в полной безопасности. Уверена, здесь система безопасности, ребенок заходит, я его привожу, ребенок заходит, выпускать его никто не выпускает. Насколько я знаю, здесь без паспорта никого не пропустят, каждого посетителя записывают. Подготовка образовательных учреждений города к новому учебному году шла все лето. Для того, чтобы запустить объекты 1 сентября, все системы безопасности проверяли несколько раз. Росгвардия, Пожнадзор, Роспотребнадзор и другие службы в этой школе практически на каждом этаже установлены табло, которые рассказывают детям о том, как себя нужно вести в случае чрезвычайной ситуации. Мы приглашаем сотрудников различных служб, которые приходят к нам в школу, проводят квалифицированные занятия вместе с детьми, вместе с педагогами, а также и родители могут посещать такие занятия. Мы приглашаем на родительские собрания специалистов, которые также могут и рассказать родителям, а родители, в свою очередь, могут задать какие-то вопросы, которые их больше всего интересуют в плане безопасности нашей образовательной организации. За безопасностью учебного процесса строго следят и в православной гимназии. Общая площадь здания более 2,5 тысяч квадратных метров. Уроки в каждом кабинете проходят под контролем камер видеонаблюдения. Но задействованы в охране детей не только электронной системы. Надзор и контроль за нами производится таким же образом, как и с любой другой школой в нашем городе. Даже может где-то пристальнее, потому что школа маленькая, помещение, в котором мы находимся, здание небольшое. Поэтому прийти, посмотреть прокуратура через улицу, воспотребнадзор тоже рядом, поэтому к нам часто приходят проверяющие, контролирующие организации. В воскресную школу Артем Пекалов пришел, кстати, не только как депутат городской думы, но и как отец в этой школе учатся его дети. Проводится проверка образовательных организаций на предмет проверки готовности к образовательному процессу, на обеспечение горячим питанием, на ремонт здания школы, пришкольной территории. Сегодня в составе партийном проверили православную гимназию, нам показали школу, провели по классам. Замечания не выявлены. Школа, я думаю, что готова, гимназия к образовательному процессу. Обе школы успешно прошли проверку на прочность. Это было ожидаемо, говорят участники рейда. А если депутаты находят нарушение, то берут вопрос на контроль и делают все, чтобы помочь быстрее устранить проблему. Мария Буахова, Виктор Итленко, информационное агентство «Импульс Севера».